Всем привет! Сегодня в выпуске сенсор, анализирующий пот, суперфлешка на основе мультиграфена и академические эксперименты. Подробности далее. Сотрудники лаборатории наноструктур поверхности GE Global Research совместно с учеными Амхертского университета штата Массачусетс придумали специальный сенсор в виде обычного пластыря, анализирующего пот. Он наклеивается на тело человека в районе действия апокриновых желез. Выделяемый пот попадает на специальную мембрану, заключающую в себе микроканальцы и клапаны. Таким образом, микроскопические потоки жидкости находят путь к химическим рецепторам. Данные сенсоров могут показывать в реальном времени, насколько человек бодро, сконцентрированно не находится ли он в состоянии стресса. При этом снятие данных происходит прямо на рабочем месте и без забора анализов крови и мочи. Ученые Института физики полупроводников имени Рженова разработали флешку будущего, самый быстрый накопитель в мире. Отмечается, что научные сотрудники Института разрабатывают флешки на основе мультиграфенов. Исследователи подчеркивают, что данный материал является идеальным для создания инновационных флеш-накопителей. Однако, по их мнению, в ближайшее время не стоит ожидать массового производства таких флешек, ведь на данном этапе исследования этого не предполагают. Кроме того, в России пока не существует таких заводов, на мощностях которых можно было бы производить подобные накопители. В обновленном и перестроенном здании Института психологии и образования Казанского федерального университета запускается эксперимент, разработкой которого институт занимался весь предыдущий год в рамках проекта САИ «Учитель 21 века». Начинает свою работу глобально объединенная педагогическая магистратура с использованием новых образовательных программ, не похожих на программы магистратуры старого образца. Программы представляют собой систему наборных образовательных модулей. Каждый модуль включает набор дисциплины, из которых каждый учащийся магистратуры сможет выбрать нужные, делав упор на то, чего он в итоге хочет добиться. Такая система применяется впервые, и об эффективности такого типа обучения можно будет судить уже во время первой сессии. Будем следить за ходом эксперимента. Это были самые интересные новости науки на сегодня. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok